Между тем, экс-председатель управления ЕНПФ Руслану Ердинаеву продлили срок содержания под стражей. Все четыре фигуранта дела о присвоении или растрате веренного чужого имущества пробудут в следственном изоляторе до 28 мая. В деятельности же самого пенсионного фонда тоже не все гладко. Созданный при ЕНПФ общественный совет недавно понес первые потери и сразу же в руководящем составе. А вот теперь уже экс-главы совета Досыма Сатпаева сегодня прокомментировала председатель управления фонда. Несколько членов совета высказали мнение о том, что им следует заниматься не только вопросами накопления, но и всей пенсионной системы. Такая идея не получила поддержки со стороны остальных членов совета. По их мнению, в связи с тем, что комиссия создана при накопительном фонде, то и заниматься должна исключительно вопросами этого фонда. Сегодня в совете 29 человек. На мой взгляд, выход из его состава двух-трех человек не скажется на его работе негативным образом. Также в ходе конференции руководство фонда отчиталось о трех миллиардах тенге, затерявшихся в Казинвестбанке. По словам председателя управления, у вкладчика все-таки есть шанс вернуть свои сбережения. Напомню, в декабре прошлого года регулятор отозвал лицензию Казинвестбанка. Три миллиарда, которые Национальный банк инвестировал в Казинвестбанк в виде обусловленного депозита, они, естественно, войдут в лепедационную массу. И, соответственно, с законом Национальный банк, порядок выплаты этой суммы, это относится к четвертой очереди. Исходя из этого, мы полагаем, что высокая вероятность возврата этой суммы. Продолжение следует...